погнали посмотрим ребят видосик про натиск новый сезон а логу грифону я уж думал алка грифон к натиск возврат на риска новый сезон стартует уже в апреле и имя ему алый грифон данный сезон является продолжением прошлого запуска натиска лога сохранением традиции соревновательного режима канул в нем планируется опробовать новые игровые механики короче мне самое интересное вот натиски какая будет сейчас награда неужели фиолетовый механизм поворота икин и внести некоторые изменения перед запуском следующего осеннего сезона давайте рассмотрим что нового несет в себе алый грифон алого и правила режима остались прежними сражение 7 на 7 на технике 10 уровня с использованием ролевых навыков и захватом ключевых точек в целом все знакомо надо однако в этом сезоне вас ждет ряд изменений призванных сделать натиск еще разнообразней и интересного и слушаем некоторые из них будут активно тестироваться и по итогу могут остаться в режиме на постоянной основе и одним из таких новых введений станут модификаторы модификаторы это специальные инструменты изменяющие некоторые параметры техники в рамках натиска кого прочность машины плюс 25 время подготовки снижения минсер полу приколен для игроков это возможность разнообразить привычный выбор техники выкатить интересные но забытые машины а также по плюс 25 процентов это же очень много общего теста в натиск будут введены два модификатора изменяющие очки прочности машин ни хрена себе 2750 на йохи о помните я вчера делал стрим на йохи и говорил что ему хп надо апнуть welcome welcome и время подготовки снаряжения по итогу тестирования они могут быстро готовиться это будет зависеть от собранных данных на общем тесте и конечно отзывов игроков если механика модификаторов не понравится игрокам то и вводиться она не будет если же наоборот вы сочтете ее интересный то она обязательно увидит свет в грядущем сезоне натиск для это сколько хп на маусу можно собрать то есть у него свое хп это 3550 там с фулл сборки с бонами и еще плюс 25 это маус там на четыре с половиной тысячи хп кататься будет ни хрена себе ошалеть интересно интересно очень интересненько да ребят основными инструментами игроков на поле боя были и остаются ролевые навыки часть из которых в новом сезоне была переработана но там да мы помним например навык один за всех для тт прорыва теперь увеличивает уровень владения основной специальностью у экипажа за счет нахождения в составе команды машин с разными ролями чем разнообразнее ваш состав тем выше бонус у гусеничных л.т. пт. сау поддержки и т.т. поддержки ролевой навык первого уровня теперь доступен с самого начала матча у штурмовых ст навык ярость помимо текущих бонусов будет давать и бонус к стабилизации во чтобы воодушевление у универсальных ст становится глобальным навыкам который действует на всех союзников в разных частях а ну короче как вы отработать с другими ролевыми навыками кого то есть он всем в душу это слишком сильно а навык точно в цель теперь будет повышать урон снайперских пт сау к вот еще альфом по если уж мы выставлен сене урон снарядом увеличится на 35 процентов ну-ка калькулятор нам сюда быстро 750 умножить на 1 35 тыс. чудвина это как яга просто как яг а подожди как яга а яга в риге 1050 умножить на 1 35 тысячу чуть идите нафиг да да то есть они еще больше поощряют становление пускай они остаются не обнаруженными помимо модификаторов и изменения навыков в режим были добавлены две новые карты штиль и аэродром которые также были не аэродром нормально после переделки аэродром прям балдеж аж ты настроенный под ног давай на них появились ключевые точки и изменилось расположение респаунов а смотри куда базу ляпнули на штиле обалдеть забавно интересно как но типа да они как бы мотивирует вот здесь вот играть да ну вот этот ланчо вообще что ли такая на аэродроме но на аэродроме в принципе логично до остальные карты также получили порцию балансных правок которые требуют тестировали поэтому и дрона да не каждый снайперский ваших отзывов с общего теста точно 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 вплоть до релиза там же снайперская пт это гриль стерва успеха ну да чтобы не упустить все важные изменения следите за новостями на портале но на какой карте вы бы не оказались главным всегда останется плечо товарища на которое можно положиться поэтому систему супер взводов также ждут приятные изменения убрали да вот эти во первых в составе супер взвода теперь могут находиться игроки с разными рангами но слава пример вы сможете играть с товарищами с рангами золото или чемпион будучи при этом дебютантом вот это но это было надо было сразу воды из нескольких человек больше не смогут попасть в бой против супер взвода что 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 балансировщик будет подбирать бои для во вторых одиночки и взводы из нескольких человек больше не смогут попасть в бой против супер в догадались ясно но аллилуйя ёптать аллилуйя балансировщик будет подбирать бои для супер взвода против супер взвода это праве так и должно было быть изначально супер взвод не должен играть против рандомных чуваков которые не могут скоординироваться даже элементарно это просто бред действия с командой помощь идут миникарта и голосовой чат с некоторыми изменениями смысле теперь если игрок включает или отключает связь то в следующем бою игра запомнит его выбор так самые коммуникабельные не забудут дать напутствие в начале матча нормально если же вы не любитель поболтать то увеличенный лимит метод на миникарте позволит вам раздать множество приказала у игроков же супер золотри до этот лимит и вовсе отсутствует как и раньше за игру в режиме вы можете получать награды из двух линеек первая линейка была изменена и вместо прогрессии по победам вас ждут еженедельные боевые задачи доступные только для натиска в рамках этих задач вы можете получить дни танкового премиум аккаунта кредиты боны а также специальные монеты натиска за которым вам также будет начисляться различные внутриигровое имущество еще не будет никакой бородки наград будет выдаваться за достижение в рангах это элементы жетона нашивки декали и алый вариант прогрессионного 2d стиля слушайте ребят а кто-то вообще жетонами этими пользуются у меня вот вопрос просто вот это настолько абсолютно не интересная тема эти жетоны ну и мне кажется не кто-то пользуется жетонами напишите в чате мне реально интересно я даже в эту менюшку не захожу просто такая херня херню эти жетоны абсолютно не интересные короче они заставляют теперь играть в натиск не задротством до планомерно типа за то что у тебя еженедельные задачи вот и выполнил можно не играть и так понял в зависимости от ранга внешний вид всех элементов будет меняться выделяя ваше мастерство среди других игроков предпоследний красивый а это тоже сезон алого грифона стартуют уже совсем скоро самое временное короче не будет по ходу оборудки никакой в прошлый раз что там закалка было до пичкам погрузиться в режим а ветеранам размяться перед осенним запуском начиска это типа тестовый берет за славой танкисты я понял это типа тестовый режимчик без наград короче ну я имею ввиду без наград именно оборудки без наград оборудки обидно 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 блин потому что там тоже вроде в тестовом сезоне давали на адреске если я не ошибаюсь